привет привет спасибо что заглянули на наш канал меня зовут лилия донскова и сегодня вам покажу несколько новинок из каталога номер 14 немножко у нас будет возможность попробовать потестить и как обычно забываю мне кажется это так уже понятно что я и арифлэйм это одно целое итак вот такой красивый каталог он уже начал действовать я вчера даже уже разместила заказ и только сегодня мы смотрим новинки и я начну по порядку и сразу мне в руки попалась такая новинка серия giordani gold это самая нежная сияющая розовая пудра в шариках как ей правильно пользоваться пудра когда мы и наносим на все лицо она улучшает в целом цвет всего лица и делает его таким сияющим таким нежным и чисто я бы сказала что она подходит очень хорошо для омолаживающего макияжа потому что здесь составе пудры входят зеленые шарики сиреневые желтые такие золотистые белые и когда они смешиваются то они делают прекрасную коррекцию лица и лицо то есть кожа начинает сиять мне очень нравятся эти шарики но единственно что меня огорчает такой у них маленький расход то есть как их так надолго хватает что мы буквально на на три года точно и хватит хотелось бы почаще менять продукцию я очень люблю новинки далее серия он color порадовала двумя новыми палеточками с тенями что особенно здесь привлекательно в этих палетках то что два нижних оттенков это как раз те самые тени для коррекции бровей представляете как это удобно что мы сейчас не нужно брать две коробочки отдельно для бровей отдельно для тени для век все в одной коробочке и палитра разных оттенков с одной стороны мы сейчас видим палитр теплых оттенков здесь такие золотистые кофейные шоколадные оттенки один даже есть такой серый с этой стороны у нас идут холодные оттенки в сиреневых тонах и также присутствует два одинаковых цвета я вот вижу в палетках и здесь и здесь то есть серый цвет он по моему они в этой палетке которая содержит теплые оттенки теней более темный серый цвет а здесь более светлый но я считаю что это восхитительная просто новинка честно говоря я в восторге от того что совместили тени для бровей и тени для век это действительно уникальное очень здорово надеюсь мы даже сможем как-то попробовать хотя бы на руке также серия он колор но ой дубль 2 и также серии он колор у нас выходит новая подводка для глаз я очень люблю рисовать стрелочки подводка делаю это не так часто но чем холоднее тем у меня почему-то ярче макияж глаз я уже потестила эту стреля кисточку и она оказалась отличается от той кисти которая была в предыдущей у нас серия colorbox там она была такая гибкая мягкая это же кисточка она более упругая то есть у нее только кончик гибкий а сама она не гнется и мне кажется это будет очень круто потому что стрелка должна быть идеальная а в том варианте где вся кисть была гибкая то есть был шанс что что-то пойдет не так из-за того что она там мягковатая и мне кажется сейчас вот это вот подводка будет просто шикарная себе обязательно закажу а может быть даже уже заказала классная музыка тоже я приехал сегодня только ночью из сочи и сделала заказ в 4 утра вы можете посмотреть на моем канале размещение заказа и я не помню взяла подводку или нет то что я хотела взять это сто процентов а если не в этом заказе то в следующем обязательно закажу что я еще заметила в этих палеточках есть кисточки для нанесения теней на двухсторонняя губчатая кисточка и как вариант быстрого макияжа можно ее использовать хотя я все-таки рекомендую тени наносить такими пушистыми кистями специальные для теней которые в oriflame просто восхитительно я говорю это не просто для того чтобы сделать рекламу не за это кстати не платит а я говорю это потому что сама очень люблю кисти oriflame ями пользуюсь уже много-много лет и одна кисть не служит вот с момента покупки она мне служит много лет я кисти постоянно стираю мой почему потому что я делаю макияж разным людям и мне приходится обрабатывать делать эту антисептику кистей регулярно и они не стачиваются не изнашиваются не склеиваются ворс не портится и служит очень очень долго это важно так что еще давайте посмотрим акс на крем для ног и пилочку мне кажется такая пилка у нас уже была именно в таком цвете по крайней мере у меня почему-то в воображении записано что она была а вот крем для ног тыквенный пирог это новинка красивый дизайн крем для ног очень актуально особенно сейчас когда ножки наверное сохнут больше даже чем летом но я почему-то активнее крема пользуюсь именно в холодное время года и я этот крем себе уже заказала а сейчас его потестил на руках пахнет вкусно то есть я перед видео взяла небольшую каплю крема но сейчас покажу вам он такой густой видите то есть вот он прям не льется крем густой вот я его немножко вывалила я просто забыла нанести крем на руки перед выездом из дома когда сюда пришла мне дайте мне любой крем а какая разница можно и на руки иногда наносить крем для ног если нет другого под руками кстати сейчас я ездила в путешествие брала с собой облепиховый крем для рук мазала им руки и все тело я немножечко под загорела и кожа заметно подсохла и я все тело мазала кремом для рук это такой кайф просто невероятный это вам маленький лайфхак что можно в путешествие не тащить с собой кучу баночек одним кремом решить сразу несколько задач вот он очень хорошо впитывается он вот сейчас я только нанесла и он чувствуется немножко липкость есть но когда я до этого наносила он быстро впитался через несколько минут уже просто осталась гладкая кожа но даже вот с этой небольшой липкостью я сейчас чувствую невероятную гладкость из кожи рук стал такая гладенькая мягкая аромат не навязчивый то есть он не будет прямо сбивать снова до крем для ног сбивает с ног он очень мягкий приятненький ничего в нем нет такого отталкивающего то есть неприятный потому что на тыкву реагируют люди по-разному кто-то ее обожает как я я люблю из тыквы абсолютно все наверное только варенье мы не варим а так каши и запеченная тыква и вареная и у меня мама даже цукини делала из тыквы просто обалденно вкусно и вот этот крем я тоже сразу захотела потому что у меня с неприятной ассоциации вообще с тыквой а пилка для ног я все-таки ее открою мы посмотрим что за пилка такая она приходит в пленке и она двухсторонняя с одной стороны вы знаете я не вижу разницы по идее она должна быть двухсторонняя с одной стороны помягче с другой пожестче нет здесь не написано что они разные должны быть но вот я даже по текстуре не вижу что она отличается потому что до этого у меня были пилочки с одной стороны она была действительно грубая грубая а с другой такая как узнаете полировку сделать уже убрать всю шелуху на здесь мне кажется абсолютно одинаковые стороны имейте ввиду но здесь удобная ручка хороший захват за счет того что есть такие впадинки как бы рельефная ручка хорошо держится и очень классно когда ножку так ставишь пятки тереть этой страны а это уже я тру обычно пальчики где-то вот такие вот уже боковые части пилка нужная она просто спасает наши ноги от того чтобы там не накапливались мертвые клетки потому что могут появиться трещинки лопинки нам этого с вами точно не нужно хороший продукт тоже хватает надолго это еще не все есть у нас все такой ноу-хау где прищепки для волос они пришли вот в таком пакете я его безжалостно порвала и также были они в пупырчатый как я люблю это лопать это не лопается в этой пупырке пакетик мы порвали и это две прищепочки новый аксессуар для тех кто любит укладывать волосы аккуратно я взяла зеркало сейчас вам покажу как это мне кажется так должно работать такая интересная прищепка двигается возможно я сделаю что-то неправильно просто потому что немножечко не понимаю да как это сделать но вот покажу на своем примере вот у меня вот так вот я отдела их на волосы и я прям вот вижу как у меня прядки отделились то есть вот раз прядка вот эту прядку брать удобно как бы две прядочки у меня отделились и я могу их уже либо накрутить на круглую расческу подкрутить волосы либо на плойку чуть-чуть подвить вот ну что мне понравилось то что они очень крепкие красивые ярко-розовый цвет там можно никто не поймет что такое я так сделала себе крутую прическу хорошо держится не тянут волосы но я не знаю насколько они нужны действительно потому что я до сих пор жила без них как бы справлялась и заказывать их не планировала но возможно просто надо понимать как ими правильно пользоваться не знаю я не придумала надеюсь может быть вы мне подскажете в комментариях что с ними делать чтобы они стали не просто аксуаром который лежит на полочке и просто радует своим цветом а что это действительно будут полезные штучки пишите в комментариях если вы нашли секрет или разгадали секрет этой новинки и на десерт я оставила вот это чудо я покажу на мешочке в котором приходится этот ключик это ожерелье ключик он идет у нас в компании с новым ароматом магнетиста кстати я аромат себе не заказала так и не решилась на него хотя у меня конечно манит как и все новинки я просто люблю новые ароматы но этот у меня вызвал некие сомнения пока не знаю хочу ли я его нужен ли он мне или нет не его нужно еще подегустировать немножко итак колье к этому же аромата у нас идет вы можете в начале каталога рассмотреть она без какой-либо акции то есть можно его просто заказать нет даже условия что закажите обязательно аромат и тогда будет вам колье нет колье идет само по себе вот давайте посмотрим какое но длины потому что на модели он прямо на фотографии очень высоко то есть прям вот вот тут заканчивается ключик а мне кажется что если его носить на полную цепочку он будет гораздо ниже да так и есть смотрите как он у меня оказался практически вот тут впадинка где на солнечное сплетение и он получается лежит прям под этой впадинка то есть достаточно глубоко хочется его поднять повыше неправильное дело правда сейчас вот так чуть покручим хотелось бы чтобы он где-то вот так вот заканчивался как раз укладывался в разрез в декольте да если вы носите декольте но он конечно очень хорош собой цепочка тоненькая тоненькая тонюсенькая просто насколько это можно быть обычное плетение нет какой-то необычная но она настолько тонкая что даже особо плетение не рассмотреть и весь ключ усыпан то есть капельное золото мне сначала показал что он весь в стразиках абсолютно весь оказалось это капельное золото а стразики только по серединочке получается один большой стразик в центре и окружает еще восемь стразиков по краям как цветочек но он конечно действительно очень хорош собой оригинальное украшение ну и носить его можно сейчас на чем угодно и на водолазке и на пончо сверху да все любая одежда особенно конечно однотонные вещи будут очень выигрышно смотреться потому что если вот сейчас на моей кофте сверху он практически теряется потому что она уже пестрые с орнаментом а если это однотонный рисунок посмотрите сразу как как он играет да вот так я даже мешочек положила раз такая игра но это кстати получается короче цепочку сделать не получится можно сделать ее только длиннее за счет над вставки которая обычно у нас делается в каждой в каждом ожерелье то есть небольшой такой кусочек более крупных звездышек он работает как вот такая надставочка и тогда он будет еще чуть длиннее ну это кому как нравится носить но ксуар действительно очень хорош собой ну вот немножко я вам все рассказала теперь я предлагаю попробовать подводку и тени хотя бы на руке чтобы иметь представление как это выглядит сначала посмотрим тени теплых оттенков как я уже говорила внизу у нас тени для бровей а здесь у нас тени для век и что удобно они пронумерованы первые вторые и навеки показано куда наносить какой оттенок на самом деле для начинающих особенно это классная подсказка классная шпаргалочка мы давайте немножко посмотрим цвета я буду их правда пробовать только на пальчик чтобы немножко рассмотреть их хотя бы это самый светлый оттенок номер один теперь второй рядом бежевый он золотистыми нотками красивые играет прямо на пальчике так следующий я возьму тоже который посветлее тоже номер два очень красивый тон такой бежевый следующий уже кофейный прекрасное сочетание от все оттенки можно использовать в одном макияже далее у нас идут уже серые оттенки но я даже не буду пробовать потому что этот уже буквально черный цвет его хорошо наносить именно вот конкретно как стрелку то есть хороший графит матовый а этот у нас серебряный оттенок его мы можем нанести на зону вот где двоечка написано это будет просто перламутр просто у меня уже кончились пальчики ладно один остался покажу вам этот перламутр тоже этот графит с блеском но достаточно такой темный вот все оттенки вторая палитра это уже холодные оттенки здесь также два оттенка для бровей а сверху мы попробуем сейчас все оттенки которые у нас для век самый светлый это беленький он перламутровый очень красивый сияющий насыщенный белый цвет следующий розоватенький такой он практически белый то есть вы увидите в нем розовый потом только благодаря тому что рядом будет например лежать вот этот розовый цвет надеюсь хорошо видно то есть вот это прям розовый розовый следующий нас сиреневый такой глубокий цвет он не яркий очень такой мягкий оттенок смотрите красивое сочетание то есть мне бы вот этих хватило оттенков но тут их еще куча и также у нас есть еще тепленький оттенок вот я вам его хочу показать на пятый пальчик который у меня тут есть как вам его вывернуть а это теплый оттенок и он будет хорошо смотреться в общем-то с холодным макияжем хотя это несколько конечно неожиданно но можно как-то сочетать показал этот светлый серебристый цвет вот он такой графит и два оттенка у нас для бровей все посмотрели так посмотрим жидкую подводку меня заинтересовала ее кисточка вот смотрите поближе покажу кончик гибкий вот он прям гибкий а дальше жестко прям пружинит дальше не идет я снимаю излишки обратно в подводку гружа и вот здесь мы попробуем как будет ложиться стрелочка обязательно возьму эту подводку можно смотрите сделать толстую стрелку можно ходу и ой какая хорошенькая подводка из любой толщины стрелочки можно сделать с этой кисточкой она действительно очень удобно мне еще интересно как будет там в деле подводка насколько она стойкая мы сейчас попробуем ее с водичкой чуть-чуть подразнить ну не с водичкой так салфеточкой и потру вот это первое у меня подсохла и смотрите она вообще не стирается а вот пальчиком если я активно тру то я ее могу стереть она конечно скорее всего не водостойка она не заявлена как водостойкая она просто стирается но в любом случае это кисточка должна быть удобная будем пробовать я считаю что это очень здорово что можно сначала попробовать продукцию прежде чем ее купить и вот сегодня сделал такую дегустацию я еще раз убедилась в том что обязательно возьму такую подводку меня конечно очень заинтересовали тени потому что я люблю тени но сейчас я набрала себе тени рейфил разных оттенков поэтому воздержусь от покупки но если вам тени нужны то это классное предложение на тени ну не поняла что делал с этими прищепками в конце концов жду от вас разъяснения спасибо вам за внимание если есть что дополнить пишите в комментариях я всегда с удовольствием с вами все это готова обсудить и принимаю на свой счет и для того чтобы улучшить наши видео сделать их более доступными разнообразными и просто спасибо вам за то что вы с нами оставайтесь на нашем канале если видео полезно ставьте лайк и подписывайтесь чтобы получать наше видео в первую очередь стать первым зрителем до новых встреч пока пока